Это юмористические фотографии российских педагогов. Так учителя выступили в поддержку алтайской коллеги, которую вынудили уйти из школы из-за фото в купальники. Женщины пошутили над излишне целомудренным руководством Барнаульской школы. Тот случай, когда в шутке была большая доля правды. После скандала чиновники решили поступить проще. Запретить учителям появляться в открытых купальниках. Тогда и проблем не будет. Теперь обязательным стандартом для педагогов станет купальник формата 19 века. Запретить селфи на пляже нельзя. Зато можно запретить современные купальни, а значит вульгарные, по мнению чиновников, костюмы. Закрытые плечи и ноги почти по колено. Теперь женщины на пляжах и их посты в соцсетях должны выглядеть именно так. Марина, имя изменено, молодая учительница физики, говорит, что свою фигуру прятать не собирается. А что, я хорошо выгляжу. Откровенно могу сказать, что тренируюсь в зале, качаюсь, чтобы выглядеть привлекательно. Ну а то, что сейчас сделать хотят, это вообще позор. Я себя под этим скрывать вообще не собираюсь. Учителя не согласны, но некоторые барнаульские дизайнеры уже чувствуют тренд. Например, создатель линейки авторской одежды Александр Смешко уже дорабатывает свои наброски. Ну здесь, кстати, вот можно будет сделать чуть-чуть рукав подлиннее. Вот так вот. Вот здесь, кстати, скорее всего будет юбка. Даже не скорее всего, она в принципе будет уместна. Вот так вот. Вот что-то подобное было в начале, в середине 19 века. Именно такая мода. Чтобы все было закрыто, чтобы было минимум обнаженки. Дизайнер торопится подготовить новые модели к запуску. Тем более спрос будет. Чиновники уже заявили о выплатах для преподавателей. До 4000 рублей может получить педагог для приобретения купального костюма нового формата. Если успеет. 1 апреля. Андрей Дриер, Николай Шелко, Александр Антропов. Наши новости.